Доброе утро! Компания Кодерлайн приветствует вас. Вы видите на заставке наши контактные данные, наша электронная почта, телефоны, телеграм-контакты. Вести сегодняшний вебинар буду я, консультант-аналитик Гордышева Галина, контактные данные тоже видите указаны, и собственно адрес нашего сайта. Если вам по какой-то причине оказалось неудобным в сегодняшнее время или не удалось досмотреть до конца, то через некоторое время мы выкладываем записи вебинара, вы можете зайти на сайт и посмотреть. И этот вебинар может еще какие-то темы вас заинтересует, так что милости просим. Программа нашего сегодняшнего вебинара, вы видите ее на экране, сегодня посвящена изменениям по зарплате и по кадрам, которые произошли в 2023 году, настройки, которые необходимы для отражения в учете нового отчета ЕФС-1, единого налогового платежа, единого налогового счета, административное предприятие. Мы поговорим сегодня о том, как подстелить соломки, если у вас, например, выполнили отчетность. Ну, про правила заполнения немножко запутываем тему, по штрафам и тема, как сдать уточненку, потому что здесь тоже есть определенные особенности, но практически все эти темы уже должны быть вам знакомы, потому что сдавая отчетность за первый квартал, вы, собственно, со всеми этими проблемами сталкивались. И возникали вопросы, которые мы постараемся сегодня осветить. Итак, то есть, что мы можем сказать про отчетность, которая в этом году? Ну, во-первых, новая, естественно, это ЕФС-1, Единый социальный фонд, отчетность Единый социальный фонд. И большое внимание уделено кадровым отчетам, поскольку там было много изменений. Итак, кадровая отчетность, что у нас здесь нового? С 1 января этого года, как вы знаете, начал работу Объединенный фонд, Пенсионный фонд и Соцстрах. Его официальное сокращение – Социальный фонд России, СФР. Собственно, отчет ЕФС-1 заменил основные кадровые отчеты, которые мы сдавали раньше. То есть, это СЗВ-ТД, СЗВ-Стаж, ДСВ и 4 ФСС. Новый отчет состоит, ну, как водится, из титульного листа, и у него есть два раздела. То есть, раздел 1, туда заносится сведения про кадровые мероприятия, то есть, прием, увольнение, перемещение работников и так далее. И сведения о заработной плате. И сведения по страхованию от несчастных случаев на производстве. И в форме ЕФС нужно будет также указывать сведения о медосмотрах, чего раньше не было, по САУД и работников, за которых перечислены дополнительные страховые взносы на пенсию. То есть, естественно, это идет разговор о периодах работы, которые касаются счета досрочной пенсии, то есть, по горящей сетке, по отдельным категориям сотрудников. Вот кадровые отчеты, их добавилось достаточно много. Ну, во-первых, пристальное внимание сейчас уделяют отчетам военкоматы, и там планируется переход на электронный документооборот, то есть, электронные повестки, электронные сведения о сотрудниках и так далее. Но, собственно, в организационном плане здесь такая градация. На каждые две тысячи сотрудников предусматривается отдельная штатная единица. Ну, если у вас компания не такая большая, то есть, до двух тысяч вы не дотягиваете, то если в компании меньше пятисот человек, то учет в этом случае ведет кадровый специалист параллельно с основными обязанностями, то есть, приемом, уволением и так далее. Вот этот блок требует определенной настройки, как у нас с вами сегодня будет происходить вебинар. То есть, мы будем нормативно, если можно так сказать, информацию показывать на слайдах и будем параллельно переключаться в демо-базу. Сейчас я туда переключусь. Демо-база ERP и будем на практике смотреть то, о чем мы только что поговорили на основании наших слайдиков. Я возвращаюсь снова к нашим слайдам. Итак, то есть, какие виды отчетов организации сдают военкомат? Здесь обратите особое внимание, что многие предприятия раньше не вели кадры, не вели воинский учет, как бы мотивируя это тем, что у них нет, например, призывников или так, сотрудников, которые попадают под воинский учет. Но в этом году лучше все-таки ввести всю эту документацию, даже если вы относитесь к малым предприятиям. Сдается форма 6, то есть, это отчет о численности рабочих и бронированных граждан, которые пребывают в запасе. Форма номер 18 – это сведения о воинском учете в организации. И оба отчета подаются не позже 31 декабря предыдущего года на 1 января следующего. Если на предприятии нет ни резервистов, ни забронированных, то форма номер 6, вот она у нас, отделом кадров не заполняется и не сдается. Ну и, соответственно, кадровики должны подавать в военкомат до 15 сентября, список сотрудников мужского пола в возрасте 15 и 16 лет. И до 1 ноября список сотрудников мужчин, подлежащих на постановке на воинский учет. Для того, чтобы ввести воинский учет в конфигурации, необходимо предварительно сделать две настройки. Если вдруг у вас этого раньше не было, и вы столкнулись с проблемой, что вы уже должны сдать отчетность, а вот еще как бы ничего, то в этом случае нужно сделать такие действия. Сейчас мы переключимся снова в демо-базу. И начинаем мы с активации блока по воинскому учету. Делаем мы это в инсы и администрирование, то есть нормативно-справочная информация и администрирование. Переходим в этот блок и выбираем раздел кадры. После того, как у нас открывается вот такой интерфейс, мы проверяем внимательно, все ли нужные настройки и то, что соответствует реалиям, у вас выбраны. То есть, во-первых, ну, соответственно, проставляется флажок, используется программа для кадрового учета, или он у вас ведется в отдельной конфигурации. Контроль уникальности табельных номеров тоже желательно отметить, потому что в этом случае не будет путаницы. И дальше мы спускаемся, то есть проверяем здесь все, все ли у нас это здесь отмечено, то, что мы используем. Обязательно проверьте штатное расписание, потому что настройки штатного расписания, как бы в ERP, необходимо сделать. И вот мы с вами дошли до раздела воинский учет. То есть, если мы ставим с вами, вот здесь ставим ведется воинский учет, и в этом случае мы сразу на себе добавили один отсчет. И если у вас есть специальности, например, которые попадают под бронирование на период мобилизации, на военное время, то вот здесь вот нужно ставить вторую отмечку, вот эта зеленая галочка, это у нас называется чекбокс. И, собственно, вот эта галочка добавляет нам еще два отчета, которые вот мы с вами посмотрели раньше. В этом случае у нас в соответствующих разделах, то есть в кадрах и в заработной плате, появляется блок по воинскому учету. Вот мы сейчас с вами проверим, перейдем в раздел кадры. И вот у нас с вами здесь воинский учет, раздел активирован, и первичные документы, которые должны быть внесены. Здесь у нас с вами немножко отличается состав раздела воинский учет, потому что, например, в ЗУПе здесь есть еще два пункта. Это в ERP документы, те, которые вынесены в ЗУПе в отдельной подпункте, тоже можно сделать, но они немножко по-другому расположены. То есть функциональность полная, а компоновка немножко отличная. Почему я делаю на этом акцент? Потому что, собственно говоря, в ЗУПе у нас весь функционал сохранен, и в ERP включена функциональность ЗУП-ПРОФ. Если, например, вы используете работу с обособленными подразделениями, с госзаказами, то в этом случае вам лучше использовать раздельный учет, то есть ввести в ЗУПе зарплату и кадры, а в ERP делать перенос. Потому что здесь не будет хватать функционала, который есть в ЗУП-КОРП. То есть ЗУП-КОРП это именно конфигурация, которая позволяет вести учет по госзаказам, учет по обособленным подразделениям, выделенным и не выделенным на отдельный баланс. Ну и так далее. То есть немножко функционал более расширенный. И в разделе «Зарплата» у нас тоже будет информация, которая используется в учете, в воинском учете. Снова вернемся с вами в кадры и посмотрим, что у нас есть в воинском учете. То есть листки сообщений об изменениях – это листки, которые сопровождают кадровые мероприятия, например, при увольнении, при приеме на работу новых сотрудников, при перемещении и так далее. Ну и здесь все традиционно, достаточно просто. По кнопке «Создать» мы выбираем, соответственно, форму, которую мы должны заполнить. Напомню просто, что красные поля, которые имеют вот такую пунктирную линию красного цвета, это поля, которые обязательно к заполнению, без них программа не проведет документ. Ну и, собственно говоря, дальше поля, которые не заполнены, не имеют вот такого красного подчеркивания, их можно пропустить, но потом у вас просто вылезет в отчете то, что придется добавлять ручками. Ну и сведения о сотруднике, соответственно, они берутся из карточки сотрудника. И если вы ее аккуратно заполнили, ничего не пропустили, то здесь у вас отразится вся информация, которая там была отражена. Я не буду сохранять листок, поскольку это будет долго. Напомню, что есть еще контекстная справка, то есть в каждом разделе такая пиктограммка мы открываем и, собственно, здесь достаточно компактно собрана информация о том, что это, для чего это и где можно посмотреть более подробную информацию. То есть вот таким гиперссылкам мы можем провалиться и посмотреть более подробно то, что нас заинтересовало. Еще один момент, который хотелось бы отметить, это то, что, в принципе, существует форма унифицированных документов, которые мы с вами видели на слайдиках. Сейчас возвращаемся к нашим слайдам. То есть форма 6, форма номер 18, есть еще дополнительные формы, они, в принципе, как бы рабочие, но есть некоторые регионы, где у военкоматов могут быть свои индивидуальные бланки, которые содержат, например, какую-то конкретную символику по отношению к региону. То есть формы могут быть установлены местными нормативными актами. Поэтому, прежде чем вы будете готовы подавать отчетность, стоит связаться со своим коматом и выяснить, устраивают ли их вот эти формы или у них применяются вот эти вот специальные формы. Теперь еще один момент. У нас в этом году добавилось достаточно много отчетов в статистику. Релизы конфигурации, которые были январь, февраль, немного в марте, содержат уже эти новые отчеты. То есть там не надо будет ничего дополнительного настраивать. Эти отчеты уже содержатся в перечне регламентированных отчетов. Но обратите внимание вот на какой момент. Уже достаточно давно муссировались слухи о том, что статистика будет штрафовать за несдачу или за нарушение сроков. Но вот с прошлого года статистика начала применять реально законодательные инструменты. И, соответственно, если вы пропустили срок или не сдали вообще, то статистика имеет право вас оштрафовать на первый раз до 70 тысяч штрафы. При повторном правонарушении штрафы вырастают до 150 тысяч. То есть, согласитесь, проще открыть интернет, сайт статистики и по своему ИНН проверить, под какие выборки ваша организация попала. То есть, возможно, у вас ничего не добавилось, но практически на практике добавилось почти всем понемножку. То есть, оттуда взять информацию о том, какие формы вам нужно подавать. И их точно так же можно готовить в 1С. То есть, эти формы уже внесены в реестр отчетности. Ну, вот вы видите здесь примеры про некоторые отчеты. То есть, например, П3, сведения о финансовом состоянии организации надо сдавать. Здесь вот тоже есть изменения с первого рабочего дня по 30 число. То есть, дается не фиксированная дата, когда вы должны сдать вот кровь из носу, а дается период, что, например, вот эту форму надо сдать в течение месяца. А годовую форму 1Т нужно сдавать по 31 января. То есть, вот на это обратите внимание. В общем-то, это, так сказать, маленькая ложечка меда в банке, дегте. Но, тем не менее, все-таки это дает больше простор для маневра. И напомню, что в Росстат мы тоже подаем отчетности о численности, о зарплате. Ну, то есть, все данные, которые у нас присутствуют в отчетности в налоговые органы и отчетности в Единый объединенный фонд. Большое внимание уделено еще персонифицированным сведениям о физических лицах. То есть, форма отчета утверждена приказом от 29 сентября прошлого года, 22-го. Обратите внимание на номер, то есть, последние цифры 878. То есть, этот отчет мы сдаем вместо СЗВМ. Его подают в налоговую. В налоговую подают все, у кого есть физические лица, то есть, кому вы платите зарплату. Собственно, здесь изменения больше, наверное, технические, потому что в новой форме есть 4 раздела вместо 3. Отчет дополняется сведениями, которые выплачивают прокурорам, следователям и судьям. Суммы взносов на ОПС, ОМС и ОСС теперь отражаются в отчете одной суммы. Ну и также внесены некоторые изменения в другие формы, но они в основном связаны с техническими корректировками, с техническими, с устранением технических несоответствий. И, в общем-то, именно по методологии и по смыслу, в общем-то, нового в них ничего не внесено. Где-то конкретизированы частные случаи. Ну, то есть, трудности в заполнении не вызывают. Главное, не забыть о том, что это уже должна быть новая форма. Персонифицированный учет. Мы немножко ниже посмотрим на саму форму отчета. На что здесь надо уделить внимание. Сам отчет, опять же, состоит из титульного лица, персональных сведений, то есть персональных данных, и сведения о выплатах в пользу этих сотрудников. Заполняется сразу на всех сотрудников. Для каждого физлица предусмотрена своя таблица. То есть, там должно указываться НМ, СНИЛС, фамилия, имя, отчество, ну и, соответственно, начисления и выплаты. Код места представления отчета зависит от того, кто отчитывается. Если это обособленное подразделение организации, то будут немножко другие коды, отличные от привычных. То есть, 14 по месту нахождения организации, 217 по месту правоприемника российской организации, ну и так далее. То есть, вы видите перечень всех кодов. И обратите внимание, что для ИП и физлиц предусмотрены следующие коды. То есть, если вы сдаете от имени физлица или от имени ИПшника. Чаще всего, конечно, бывает 112 по месту жительства физического лица, который не является ИП. Или другого лица, который занимается в установленном порядке частной практикой. 120 это по месту жительства ИП. Ну, дальше коды 121-124, вы видите, касаются адвокатов, нотариусов, фермерских хозяйств и так далее. Сейчас мы с вами посмотрим, как это выглядит на слайде. То есть, видите, красным я выделила те поля, которые потребуют более точного, как бы, более пристального внимания и указания вот этих кодов, про которые мы говорили. Сейчас мы с вами вернемся к нашим демо-примерам. И посмотрим, то есть, у нас вся отчетность находится в разделе регламентированный учет. И здесь у нас есть блок 1С-отчетность. Хочу напомнить, в принципе, многие уже пользуются этим блоком, потому что сейчас он стал очень популярным. То есть, 1С-отчетность – это название и блока, и дополнительного сервиса. То есть, этот сервис позволяет, когда вот я перехожу, например, выбираю какой-то пункт из этого блока, у меня сейчас выскочит рекламка, вот, где 1С сама себя хвалит, и где размещена информация по поводу этого блока. То есть, более подробно об этом сервисе можно почитать по гиперссылке, переходить здесь. Ну и подключиться тоже очень несложно. Мы проваливаемся по гиперссылке, и там мы следуем уже указаниям конкретно, что нужно сделать. Как вы видите, 1С-отчетность позволяет напрямую, минуя оператора связи, размещать отчетность, переписку, сведения получать с сайта налоговой инспекции. То есть, в этом случае у нас ликвидируется дополнительное транзитное звено. То есть, если вы раньше, например, сохраняли декларацию или какой-то отчет в файл, этот файл подгружали в систему передачи данных, например, это может быть и СБИС, и Астрал, и Контур, ну, то есть практически все наши операторы, то этот сервис напрямую производит обмен с сайтами фискальных ведомств, и, соответственно, в этом случае экономится время на пересылку. А поскольку у нас в этом году многие, ну, скажем так, документооборот немножко изменился, и многие требования или запросы имеют краткий срок для ответов, для реагирования, там, 5 дней, например, то, естественно, из 5 дней отпущенных на то, чтобы подготовить ответ, терять, например, 2 дня на почтовые, так сказать, транзиты, будет обидно. Сейчас мы это с вами закроем. То есть вот мы с вами сейчас находимся в журнале отчетности, которое у меня было здесь зарегистрировано. На самом деле отчетности-то любое предприятие сдает гораздо больше. У меня сейчас в журнале только один документ. А по кнопочке «Создать» мы с вами попадаем в вот такой интерфейс, где есть закладочка «Избранные» и закладочка «Все». То есть в «Избранные» это вот то, что мы с вами видим отражение в журнале, попало то, что я уже выбрала. А вот то, что мне, допустим, необходимо, я должна на закладке «Все» отметить. Отметить я могу двумя способами. Ну, например, возьмем отчетность по физлицам. Вот я ее открываю. Здесь вижу перечень того, что тут можно делать. И я выбираю, ну, например, вот самый показательный такой момент. Сведения о трудовой деятельности СССР, ВТД. Это отчет, который мы с вами сдавали раньше в пенсионный фонд. А сейчас это отчет ЕФС-1, который мы сдаем уже в объединенный фонд. Я отмечаю нужный мне документ. Вот так, либо здесь щелкаю два раза и получается звездочка, либо просто останавливаю курсор на этой строчке и нажимаю кнопочку «Выбрать». В этом случае у меня, получается, сразу открывается форма и запишется она уже в журнал, который мы с вами видим. Ну, естественно, если у вас несколько юридических лиц, вы выбираете ту, которая вас интересует. И по кнопке «Заполнить» мы его заполняем по... Здесь у нас есть выбор, вот обратите внимание, заполнить только приемами или увольнениями, или всеми мероприятиями. То есть у нас могут быть с вами и переводы, и изменения там окладов или должностей. Ну, короче, при выборе вот одного из этих пунктов у нас здесь заполнится вся информация. Либо можно вручную подобрать интересующие документы. Ну, естественно, лучше положиться в этом плане на автоматику, потому что это будет и быстрее, особенно если у вас большие реестры документов, там, списками, например, и так далее. Вот. Ну, и еще один момент. То есть по сервису 1С Отчетность, если вы являетесь подписчиком ИТС-ПРОФ, то вы сможете одну организацию подключить бесплатно. Если у вас подписка ИТС-Техно, то вам нужно будет дополнительно доплачивать денежков, но сумма достаточно дружественная. То есть, например, это так же, как и сервис контрагенты. Например, на год этот сервис будет стоить порядка 4800 рублей, но зависит еще от того, сколько лицензии вам надо для работы с ним. Ну, 4800 рублей делим на 12 месяцев. Получается, ну, очень даже дружественная сумма. Так, сейчас мы это дело закрываем. Нет, не надо изменить. Мы сейчас вот что с вами еще посмотрим. Значит, например, если нас интересует отчет ЕФС-1, можно получить отчет не только из раздела регламентированного учета, но и из раздела, например, кадры. Если мы переходим по разделу кадры, то здесь у нас есть электронные трудовые книжки. И, собственно говоря, мы через них заходим и по кнопке создать выбираем, что у нас требуется сделать. То есть, например, ну, выбрали интересующий нас момент и вводим информацию. После того, как мы с вами ввели информацию, у меня не подключено, к сожалению, прошу прощения. После того, как мы ввели необходимые кадровые сведения, ну, то есть в разделе электронные трудовые книжки, по кнопочке печать у нас с вами будет предложено выбрать одну из нужных форм. Либо это СЗВТД, либо, если это событие уже после 1 января произошедшее, то ЕФС-1. И, соответственно, если мы выбираем ЕФС-1, у нас эти сведения отражаются уже в новом формате. Причем формат, здесь, обратите внимание, отличается не только печатная форма, но и кодировка самого отчета. То есть, если вы вдруг выбрали СЗВТД, а потом в ручном редактировании пытаетесь его сделать по старой форме, то у вас не пройдет. СЗВТД – это сведения, которые касались прошлого года, и, соответственно, кодировка отчета СЗВТД совершенно другая. И она будет применяться, если вам нужно внести какие-то исправления в документы прошлого периода. Ну, например, если вы нашли какие-то ошибки. Снова возвращаемся к нашим слайдам. Так. И дальше поговорим про ЕФС-1. На самом деле этот отчет разработан пенсионным фондом. Обратите внимание, что это разрабатывало правление пенсионного фонда, и, соответственно, форма ЕФС-1 и порядок ее заполнения утверждены постановлениями правления ПФР. Ну, вы видите, дату от 31 октября прошлого года. То есть сама форма – это одно постановление, 245-е. А формат выдачи в электронном виде, то есть электронная кодировка, постановление уже 246. Как мы говорили, сам отчет, единая форма, включая также титульный лист и два раздела. И эти два раздела содержат подразделы по каждому случаю. То есть вы уже с этим столкнулись. ЕФС-1 мы сдаем за периоды, которые начинаются с 1 января этого года. Поскольку в этом году у нас общий срок сдачи для всех отчетов, то есть это 25 число, но у нас здесь получается противоречие. То есть кадровые мероприятия, которые касаются приема и увольнения, по ним должны быть составлены и отправлены. Отчеты не позднее следующего рабочего дня. В этом случае получается, что срок сдачи общего отчета один, а как бы тогда с тем, что нужно заполнять дополнительно по кадрам. Значит, в этом случае всю форму целиком нам заполнять не нужно. А для разделов, которые касаются кадровых мероприятий, мы заполняем только одну часть подраздел 1.1. То есть здесь мы, соответственно, сдаем сведения о приеме, об увольнениях, о переводах и так далее. Подраздел 1.3 мы сдаем ежемесячно, тоже не позднее 25 числа. Подраздел 3 до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. И раздел 2, это бывшая 4 ФСС, мы сдаем ежеквартально, опять же до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Подразделы 1.2 и 2, то есть СССР, мы сдаем не позднее 25 января следующего года. То есть это то, что по срокам. И еще касательно ЕФС-1, здесь есть маленькая тонкость. То есть во всех постановлениях, которые касаются этого отчета, задекларировано, что сдавать отчетность ЕФС-1, это обязанность работодателя. В порядке заполнения формы и в законодательстве не указаны конкретные сотрудники, которые, например, у нас фигурируют в балансе, то есть руководитель и главный бухгалтер. Здесь у нас просто указано, что это обязанность работодателя, и поэтому мы можем здесь разделить, так сказать, делегировать полномочия. То есть бухгалтерии в части разделов 1.3 и 3. раздела 2, то есть БШ-4 ФСС. А вот кадровому отделу, поскольку они, так сказать, в самой гуще событий, то есть кадровому отделу поручить заполнение раздела 1, то, что касается СЗВТД, СЗВСТАЖ, то есть приема, увольнения работников и так далее. То есть возможности для этого есть. Здесь достаточно закрепить в локальных нормативных документах конкретные обязанности, например, за бухгалтерией, за кадровым отделом, ну и, естественно, обратить внимание на доверенности на сотрудников, которые должны будут работать с этими отчетами. То есть здесь есть вариации, то есть мы можем на сотрудников, которым делегируем такие полномочия, оформить машиночитаемую доверенность, ну либо любым другим удобным для вас способом подтвердить его полномочия на подписание документов. Обратите внимание, полномочия это очень важная часть, потому что сейчас с полномочиями связано достаточно много штрафных мероприятий. Мы поговорим про них чуть-чуть позже. Но на это вот нужно обратить особое внимание, потому что все фискальные органы сейчас очень пристально отслеживают именно правовой аспект, кто подписал расчеты или отчетность. Сама по себе отчетность ЕФС-1, как мы уже говорили, состоит из титульного листа и раздела 1, сведения о трудовой или иной деятельности. То есть вы увидите перечень подразделов, которые включены в раздел 1. И раздел 2, то есть здесь у нас уже другие сведения. И здесь у нас теперь указываются сведения о несчастном страховании, так сказать, несчастное страхование и производственное заболевание. И сведения об обязательных проведенных периодических медосмотрах и проведенный САУД на начало года. То есть вот по САУД обратите внимание, что нужно проверить и пересмотреть. То есть каждый прием или увольнение требует внесения изменений в САУД в отношении должностей конкретных сотрудников, которые занимают эти должности. То есть ЕФС-1 у нас аккумулирует сведения, которые раньше подавали либо в пенсионный фонд, либо в соцстрах и, собственно, другие фискальные органы. И раздел номер 2 еще, так сказать, не окончательно реализован. В него будут вноситься еще дополнения. И это анонсировано практически во всех нормативных источниках нормативной информации, во всех комментариях, которые выдаются на таких сайтах, например, как консультант, гарант, клерк и так далее. Для того, чтобы сформировать сведения о трудовой деятельности с 2023 года, то есть с этого года, мы используем документ старый, сведения о трудовой деятельности работников. Почему я вам и начала показывать именно СЗВТД. То есть отличаются они только печатными формами документа. Ну и плюс, если дата документа позже 1 января 2023 года, то, соответственно, файл выгрузки, когда мы выгружаем, будет уже формироваться в новом формате, который утвержден для ФС-1. Еще один момент, это сведения, которые теперь добавляются при работе с договорами гражданско-правового характера. То есть здесь у нас с вами, если раньше фигурировал единственный, так сказать, документ, договор гражданско-правового характера, то теперь эти договора имеют разделение. То есть если у нас договор ГПХ, например, на оказание услуг или выполнение каких-то работ, то в этом случае будет аббревиатура ДГПХ, то есть договор гражданско-правового характера. Если договор касается каких-то авторских прав, то будет уже аббревиатура ДАВТ. Ну и, соответственно, в программу добавлены классификаторы, которые содержат вот эти все сокращения и находятся они в разделе «Настройка классификатора». Сейчас мы туда загляднем с вами еще разочек. «Администрирование», «Настройка». Прошу прощения, не посмотрим, потому что у меня немножко, ну, версия домоваза не такая. Так, тогда возвращаемся к нашим слайдам. И еще на что нужно обратить внимание, это на статус застрахованного лица. То есть нам необходимо заполнить статус застрахованного лица в диалоговом окне, который открывается. И здесь у нас есть аббревиатура «Статус ЗЛ» застрахованного лица. То есть здесь у нас появилась новая классификация. То есть, например, для граждан РФ мы указываем ГРФ, то есть гражданин Российской Федерации. Если у нас иностранные граждане или лица без гражданства, имеющих право постоянного прожидования на территории России, то код будет «ПЖИГ» – постоянное жительство иностранного, постоянный житель иностранного государства. Ну и, собственно говоря, здесь у нас еще статус застрахованного лица указывается в сведениях автоматически. То есть это подтягиваются сведения из справочника сотрудников и физических лиц. А вот теперь мы перешли к самому печальному разделу. То есть, естественно, разведены новые сведения, разведены новые отчеты, новый порядок подачи отчетов. То, естественно, ужесточены и штрафные санкции. То есть здесь нужно помнить, что у нас штрафные санкции могут быть административные и не только административные. Например, налоговые. И здесь у нас изменения есть, но, скажем так, здесь немножко подсластили пилюльку. Потому что, например, штрафы за персотчетность, ну то есть за персонифицированные сведения, то, что чаще всего вызывает какие-то сомнения и нарекания, у нас остались. Например, если мы не подали на какого-то сотрудника сведения или подали с ошибками, то в этом случае мы будем платить 500 рублей за каждого работника. Эта сумма осталась такая же, какая была и в прошлом году. А вот сроки уплаты штрафов у нас изменились. То есть в прошлом году у нас было отведено 10 календарных дней от даты получения требования об уплате штрафа. В этом году у нас стало 20 календарных дней, опять же, от даты получения требования. Но при этом в прошлом году у нас не было никаких вариантов для снижения этого штрафа. А в этом году предлагается та же методика, которая касается, например, штрафов ГАИ, ГИБДД. Если мы успеваем погасить задолженность по штрафам в течение 20 календарных дней, то есть срока, который отведен для ответа на требования, то мы платим 50% от выставленной суммы. Ну и в каких случаях мы можем получить освобождение от ответственности. Здесь, в принципе, требования такие же, как были и в прошлом году. Но нужно обратить внимание на два не очень явных момента. То есть, если вы получили уже какое-то требование, что, например, подать уточненные сведения или исправленные, то вот они наши короткие сроки. В течение пяти рабочих дней с даты получения уведомления мы должны отчитаться об устранении нарушений. В этом случае компании не грозят штрафные санкции. И если бухгалтерец самостоятельно найдет где-то ошибки, то до того, как их обнаружат фискальные органы, то, соответственно, мы должны точно так же подать уточненные сведения. Но здесь есть одна тонкость. Она действует уже достаточно давно. И, в принципе, если вы не начинающий бухгалтер, вы об этом знаете. То есть, для того, чтобы вам не предъявили штрафных санкций за нарушение сроков, за недоплату налогов, необходимо соблюдать такую последовательность. То есть, вы сначала делаете новый расчет, рассчитываете новую базу и исчисляете недоимку. После этого уплачиваете недоимку. И только потом отправляете уточненную декларацию. В этом случае у вас никаких других финансовых санкций вам не предъявят. Если же вы сделаете наоборот, то есть сначала подадите уточненку, потом сделаете перечисление, то в этом случае вам насчитают, ну, как минимум, пеню. Ну, дальше уже в зависимости от того, какие ошибки вы выявили. По персонифицированному учету есть еще, ну, как бы вот, общее, так сказать, резюме по штрафным санкциям. Напомню еще раз, что персонифицированному учету сейчас уделяется очень большое внимание. То есть, если вы не представили срок или представили неполные данные, это 500 рублей, как мы с вами уже по табличке посмотрели. Если не соблюден порядок сдачи в виде электронных документов, то есть этого штрафа раньше не было, потому что, когда предприятие имеет право сдавать электронные документы, когда нет, было не настолько конкретизировано. То есть мы в электронном виде должны были подавать в основном НДС, ну, а дальше кто как в зависимости от размера организации и так далее. В этом году у нас штраф за нарушение именно порядка сдачи составляет 1000 рублей. То есть, если вы, например, должны были сдавать в электронном виде, а отправили в бумажном. За нарушение в разделе 2 штрафы сохранились те же, что и были для А4ФСС. Мы с вами сейчас говорим об отчете А4ФС1. То есть, соответственно, непредоставление сведений в нужный срок влечет штраф в размере 5% от начисленной за последние 3 месяца отчетного периода суммы. Но они более 30% и не менее 1000 рублей. То есть, например, если у вас много сотрудников, то, соответственно, 5% от начисленных взносов будет достаточно большая сумма. Если у вас один, там, два человека, и взносы на них, например, составили 200 рублей, а вы должны будете заплатить 1000. Это будет вдвойне обидно. То есть, не экономически, скажем так, а больше, наверное, морально. Ну и в случае, когда страхователь может быть освобожден от финансовых санкций, это тоже опять последний пункт, который мы с вами смотрели по табличке. Еще один момент. Это момент. Вот так вот сделаем. Это тема основания отказа, основания для отказа в приеме декларации. Эта тема, в принципе, уже достаточно широко освещалась на протяжении практически двух лет, потому что принято было 1 июня 2021 года. то есть, именно основания, когда вашу отчетность могут признать непредоставленной. То есть, соответственно, бумажную декларацию не примут в случае, если вы ее подали не в ту инспекцию, не по установленной форме, документ не подписал директор, то есть, например, если это ИП, или представитель по доверенности. Если в ней нет хотя бы одного реквизита для организации, это полное название ИНН и номер корректировки. То есть, например, это первая корректировка, вторая. и куда она должна подаваться. Дальше у нас идет руководитель, если лично, например, отчитывается, то, как видите, здесь вот все пункты, которые перечислены дальше, касаются либо доверенности, либо тому, кто подает, ну, то есть, удостоверение личности подавателя. И здесь хочется сказать еще об одном. Сейчас мы с вами посмотрим, вот какой момент. В случае, если в декларации, которую вы пытаетесь сдать на бумаге, есть другие недочеты, то инспекция не имеет права отказать в приеме. И если у вас отчетность в электронном формате, то при подаче документа на электронном или бумажном носителе проверяется формат. То есть, если вы, например, декларацию бланк сделали, но формат остался прошлогодний, я уже говорила про это, то декларация подана неподтвержденному формату и соответственно ей в приеме будет отказана. И если у вас электронная подпись от МИ оформлена неправильно, как вы знаете, с прошлого года квалифицированную электронную подпись выпускает только налоговая инспекция, и если у вас квалифицированная электронная подпись выписана, например, на директора, а делегирована полномочия для подписи какому-то другому работнику, то в этом случае должна быть оформлена машиночитаемая доверенность, либо должна быть оформлена отдельная подпись. Если декларацию вы подаете в бумажном виде, и у вас есть доверенность, то, соответственно, доверенность вы должны оставить в налоговой инспекции, но есть разница, когда вы имеете право действовать от имени, например, предпринимателя, то доверенность должна быть только нотариально заверенная. Если это юридическое лицо, то доверенность может быть либо заверенная в бумажном формате печатью организации, либо оформлена машиночитаемая доверенность. штрафные санкции за несвоевременное предоставление расчетов или декларации по авансовым платежам. Вот здесь тонкость. Если вы несвоевременно сдали расчеты по авансовым платежам, то к ответственности привлекут организацию, как юрлицо, штраф составит 200 рублей, и размер этого штрафа не зависит ни от суммы, ни от времени просрочки, потому что это авансовый платеж. И оштрафует директора компании, либо другое должностное лицо, на которого возложена ответственность за сдачу документа. Штраф состоит от 300 до 500 рублей. В случае, если вы по авансовым платежам задержались с отчетом, то заблокировать счета не могут, так как это декларация по авансовым платежам, но это обратите внимание, блокировку вам могут выставить только за отчетность, которая не содержит авансовых платежей. Еще один момент, что могут быть технические ошибки, вот на технические ошибки тоже нужно обратить обратить ну, например, ошибка в указании кода налоговой инспекции. На самом деле, это является основанием для отказа в приеме декларации, но сейчас налоговики поступают достаточно гуманно, они обычно звонят и говорят, что проверьте вот такую-то отчетность, нам пришла, например, такая отчетность, но вы должны считываться не нам. И, естественно, ошибки, если касаются фамилии, имя, отчество, задвоение каких-то букв, ну, то есть, если сведения по вашей организации, по вашей, например, по вашему ИП, не будут совпадать с карточкой, которая в налоговой инспекции оформлена на данного сотрудника. И вот здесь еще один момент, то есть, если у вас есть обособка, то указание ошибочного КПП в декларации не является основанием для отказа в ее приеме. В этом случае вам просто потом нужно будет подавать уточненную информацию, что, ну, то есть, корректировочная отчетность, ну, естественно, придется подавать корректировку и на ту инспекцию, в которую вы послали, то есть, об отмене этого отчета и в ту налоговую, которая должна была быть указана в декларации, но, соответственно, попала в другое место. Еще один, тоже важный достаточно момент, это у нас с вами вот в прошлом году, то, что, не в прошлом, в 21 году, то, что я говорила, 1 июля появились новые случаи, при которых налоговая инспекция имеет право посчитать декларацию или какие-либо расчеты не предоставленные. То есть, слово непредоставленные здесь достаточно большую смысловую нагрузку несет, потому что нарушение сроков и непредоставление отчетности это разные штрафные санкции, ну, то есть, соответственно, разное нарушение. Это были поправки к статье 80-й, внесены они были 23 ноября 2020 года, и действуют они для декларации, которые поданы после 1 июля 2021 года, то есть, это время, когда начала функционировать терминология непредоставленные расчеты. Значит, инспекция сочтет вашу отчетность непредоставленной, если при камеральной проверке выяснится, что они подписаны неуполномоченным лицом. Если подписаны лицом, которое дисквалифицировано на момент подписания и срок дисквалификации еще не истек. Подписаны физлицом, которые на дату подписания смерти, на дату подписания документа были умершими. То есть, ну, вот этот пункт, это понятно, что совершенное мошенничество. Если подписаны лицом, по которому в ЕГРЮл до даты отчетности внесена запись о недостоверности сведений. Вот это, к сожалению, очень распространенная ситуация, связанная с тем, что, например, руководитель, который должен был подписывать декларацию или подписал ее, на этот момент потерял, неправильно сказал, извините, не потерял, а сменил паспорт, например, по возрасту. То есть, соответственно, возникает расхождение между данными, которые зарегистрированы в ЕГРЮл и теми, которые имеются в других правоохранительных органах. Если, например, он вступил в брак и поменял паспорт, опять же, в этом случае придется изменять сведения в ЕГРЮл и потом еще приложить достаточно усилий, чтобы исключить из всех черных списков. Примерно та же по причине возникновения ситуация, это представленная юрлицом, в отношении которого в ЕГРЮл внесена запись о прекращении существования юрлицкого лица, то есть про ликвидацию. И предоставлены с нарушением ряда особенно важных контрольных соотношений. Вот это, к сожалению, касается для РСВ и для декларации по НДС. К сожалению, потому что, допустим, при учете РСВ достаточно часто возникает ситуация, которая возникает из-за округлений. Поэтому на это нужно обращать особое внимание. Ну, и еще мы с вами сегодня успеем поговорить вот с такими случаями. То есть, если причина отказа не совпадает со случаями, в которых инспекция вправе признать вашу отчетность не предоставлены и предъявить вам санкции. Значит, в этом случае предприятие может, во-первых, естественно, устранить недочеты, если это были какие-то ошибки или там неточности, и обжаловать действия инспекции в вышестоящем налоговом органе, но, соответственно, затем в суде. Здесь нужно быть готовым к тому, что это потребует достаточно много сил, времени, ну, и чаще всего затраты, потому что это либо налоговый адвокат, либо юрист, ну, то есть, который помогает обжаловать действия инспекции. Ну, естественно, если речь идет о достаточно большом, большой суде, то все-таки с этим стоит пободаться. здесь есть вот еще какая тонкость, на которую тоже надо обратить внимание. То есть, если какие-то у нас есть сроки, когда мы должны подать отчетность, а если мы подали и получили от налоговой, ну, соответственно, обратную связь, что налоговая просит нас устранить какие-то какие-то моменты, то вот здесь какие-либо сроки для исправления и для пересдачи отчетности не предусмотрены. Ну, естественно, затягиваться этим не стоит, поскольку здесь может включиться другой механизм, то есть нарушение просрочки, нарушение срока оплаты, потому что если вы должны подать какие-то уточнения или корректировочную отчетность, то, естественно, до ее получения отчетность будет считаться и не принятой, и не оплаченной. К сожалению, для ошибок, которым больше трех лет, в этом случае исключений нет. То есть, если вы не доплатили в бюджет, то уточненку нужно подать. Ну, если вы, например, считаете, что вы все правильно сделали, а инспектора все равно просят вас подать уточненку, то в этом случае нужно смотреть, заплатили вы налог правильно или нет. То есть, если вы заплатили налог правильно, то в этом случае достаточно подать пояснение, то есть, не уточненную декларацию или расчет, а пояснение. И здесь просто напомню, в принципе, это уже достаточно давно действующее положение, что уточненка подается по той форме, которая действовала на момент подачи основной декларации. Сейчас мы с вами переключимся снова в демо-базу и посмотрим еще вот какой момент. То есть, у нас с вами в регламентированном учете, вот мы его открываем, соответственно, кроме основного журнала регламентных отчетов, есть еще вот такие пункты, переписка, сверки и личные кабинеты. Если мы заходим внутрь раздела, то это же меню мы видим в верхней линейке. Интересовательно здесь будут личные кабинеты. То есть, личные кабинеты здесь, понятие личные кабинеты в ЕРП встречается в нескольких аспектах, то есть, это личные кабинеты самого юрлица и есть еще личный кабинет налогоплательщика, то есть, сотрудника. Если на личный кабинет сотрудника это сведения, которые касаются его зарплаты, то есть, они позволяют разгрузить бухгалтера, который ведет зарплату, то есть, например, получить справки там, 2 НДФЛ, еще какие-то аналогичные, то личные кабинеты юрлица, как вы видите, позволяют напрямую зарегистрировать личные кабинеты на сайте налоговой инспекции, вот, допустим, ФСС и пенсионный фонд, это наш сейчас объединенный фонд, природнадзор и статистика. Вот, к отчетным по статистике именно вот этот личный кабинет позволяет, ну, во-первых, отслеживать, когда вы попали, например, под какую-то нестандартную выборку или когда должны подаваться отчеты, которые новые ввели, и здесь очень просто перейти, ну, вот, например, на статистику мы переходим на сайт статистики, как видите, он загружается, вводим свой ИНН и получаем очень оперативно, достоверную информацию, можем проверить, во-первых, появились ли у нас какие-то новые отчеты, и, во-вторых, все ли виды деятельности, которые мы ведем, у нас зарегистрированы в ИГРУ. Если вы начали вести какой-то новый вид деятельности, то, естественно, нужно внести изменения и в регистрационные данные. Но мы не будем ждать, пока сайт загрузится, потому что, к сожалению, это демо-база, и здесь это будет достаточно медленно. И еще на что нужно обратить внимание, это на личный кабинет только вот этот, ФСС, на самом деле название фонда сейчас другое, но личный кабинет по работе с электронными листками нетрудоспособности, по подтверждению вида деятельности, то есть по всем соцпособиям и социальным выплатам у нас позволяет личный кабинет с ними работать быстро и оперативно, то есть вы видите, если поступил листок нетрудоспособности электронной и так далее, то есть в этом случае экономится и время, и вы можете посмотреть, приняло, например, фонд сведения, которые вы отправили по листкам нетрудоспособности и так далее. Сейчас мы с вами снова вернемся к нашим слайдам. Так, и хочу вернуться к началу нашей встречи, то есть к титульному листу. Собственно, цель возвращения это напомнить вам наши координаты, наши контактные данные, то есть наши телеграм-контакты и пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем рады выполнить любые работы, которые связаны с программным обеспечением 1С, то есть это и продажи, и установка, и доработка, и внедрение, ну, то есть полный спектр всех действий, которые связаны с программами семейства 1С. Благодарим вас за внимание, на этом, к сожалению, наше время закончилось. Разрешите поблагодарить вас за время, которое вы нам уделили, за внимание, и приглашаем к дальнейшему сотрудничеству. Будем рады оказаться вам полезными. Всего доброго. субтитры создавал DimaTorzok,